Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 сентября, в неделю 14 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память святителя Геннадия, патриарха Цареградского. Святитель Геннадий был поставлен на престол в Константинопольской Церкви в 458 году в царствование святого благоверного царя Льва Великого. О его жизни известно из книги «Лук Духовный», где были записаны рассказы иноков обители Салама, близ Александрии, преподобных Сафрония и Иоанна. Эти иноки при патриархе Геннадия были клириками Константинопольской Церкви. Святитель Геннадий отличался кротостью, терпением, чистотой и воздержанием. О силе его молитвы можно судить из следующего случая. В Церкви святого мученика Елеферия в Константинополе был недостойный клирик Хорисим, проводивший жизнь в лености, нечистоте и даже занимавшийся разбоем и волшебством. Святитель Геннадий долго скротостью и терпением увещевал его, но Хорисим не изменял своего поведения. Патриарх прибег к строгости и повелел дать недостойному клирику несколько ударов для вразумления, но и после наказания он не исправился. Тогда святитель Геннадий поручил своему посланцу обратиться от его имени к святому мученику Елеферию, в церкви которого служил Хорисим. Придя в храм, посланник патриарха встал перед алтарем, протянул руку ко гробу мученика и сказал «Святой мученик Елеферий, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Хорисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззакония и творит соблазны, посему ты или исправь его, или отсеки его от церкви». На следующее утро Хорисим был найден мертвым. Другой случай, свидетельствующий о великой силе молитвы святителя Геннадия, произошел с одним живописцем, который осмелился написать образ Христа, предав спасителю черты языческого божества Зевса. Рука живописца, совершившая такое святотатство, тотчас иссохла. Живописец принес в церкви покаяние, исповедав при всех свой грех патриарху. Святитель Геннадий помолился о согрешившем, и рука живописца исцелилась. Для устранения возникших в церкви беззаконных действий и лжеучений святитель Геннадий созвал поместный собор, на котором была осуждена ересь Евтихия и запрещена симония, посвящение в сан за мзду. Святитель заботился о том, чтобы лица, желавшие принять священный сан, были хорошо знакомы со священным писанием и знали наизусть псалтири. Во время патриаршества святителя Геннадия в Константинополе был построен храм в честь святого Иоанна Претечи. Тогда же некий сенатор студий, пришедший из Рима, основал монастырь, который стал известен впоследствии как студийский. Церковным экономом при святом патриархе Геннадии был преподобный Маркиан. Святитель рукоположил в апресвитера преподобного Даниила Столпника. Святитель Геннадий был автором бесед и толкования на пророка Даниила. Сочинения до нас не дошли. Известно его окружное послание против Симонии, утвержденное Собором 459 года. Святитель Геннадий управлял Константинопольской церковью 13 лет. Он мирно скончался в 471 году. Однажды во время ночной молитвы святителю было возвещено, что после его смерти на его паству будут сильные нападения врага. Он непрестанно возносил молитвы о мире церкви, чтобы Господь сохранил ее неодаленной вратами ада. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование в честь положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей благоверных князя Петра, выночествия Давида и княгини Февронии, выночествия Ефросиния, муромских чудотворцев. Переходящее празднование в воскресенье перед 6 сентября. И память святых, священомученика Киприана, епископа Карфагенского, чествуется собор новомучеников Ясиноватских, празднуется собор Нижегородских святых и собор Саратовских святых, священомучеников Александра Любимого Пресвитера и Владимира Двинского Диакона, священомучеников Михаила Касухина и Мирона Ржепика Пресвитеров, священомученика Дмитрия Смирнова Пресвитера, Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем, те за именинство. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!